Добрый вечер! Команда Анжи, Руслан Агабекович Агаларов. Вечер добрый. Ну, наверное, начнем с матча против Шерифа. Хоть он и был сыгран уже 5 дней, как прошло, в принципе, но начнем с позитива. Команда прошла в 1-16 финала Лиги Европы. Это знаковое событие, безусловно. Второй сезон подряд Анжи выходит в 1-16. Год назад мы эту стадию прошли, даже меньше, чем год назад. Посмотрим, как будет в этот раз. Ну, наверное, тут еще и от жеребьевки многое зависит. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 69-44-72. Вы можете звонить и задавать свои вопросы нашему гостю. Что касается матча с Шерифом, то такой он получился. В принципе, равных соперников игра была. И Шериф мог победить, и Анжи мог победить. Но в итоге все завершилось так, как, наверное, нужно нам. Мы прошли дальше, и удивительное явление прошли в следующую стадию Лиги Европы, забив лишь 3 мяча в первых 5 матчах. Своеобразный рекорд, скажем так, поставили. И один из этих 3 мячей забил как раз Япуриан в этом матче. Руслан Агабейкович, ну вот скажите, какой эта игра виделась вам, когда вы наблюдали за матчем? Ну, матч такой равных соперников. И видно было, что еще и Шериф, и Анжи, и такие равные соперники. Все-таки вот если взять в общем вот этот отрезок европейский нашей команды, он, конечно, более, да, вы сказали, на позитиве. Он более удачный, я знаю, так сказал правильно. И потому что было очень много моментов, где в каких-то играх, каких-то эпизодах нам больше везло. То есть это основной фактор? Что не происходит? Проходы дальше нашей команды? Сейчас я тогда дополню, если как мне, что не происходит в чемпионате. Вообще футбол такая вещь, да, побеждает сильнейший, но определенная доля удачи должна присутствовать. И основной фактор для Татона, я думаю, что по командам, которые в группе, в нашей группе, то Анжи заслуживает второе место. В принципе, в этой группе мог быть и Бешикташ. Как считаете, будь Бешикташ, нам было бы намного сложнее? Был бы Бешикташ, мы бы поговорили про это. Что касается жеребьевки, предвкушая ее, она уже неминуема. Игра с Тоттенхэмом, и после чего будет жеребьевка. Как считаете, Руслан Агабекович, для нашей команды, которая сейчас после этого переформатирования строится заново, нам важнее, чтобы у нас был соперник, скажем так, собранный из топ игроков, дабы эти ребята сыграли против футболистов классом повыше и определенный опыт получили в феврале месяце. Перед началом... Вы имеете в виду с хорошей командой или... Или же нам важнее все-таки сыграть с командой равной себе, где больше шансов пройти дальше. Здесь так нельзя вопрос ставить, какая команда нам была лучше для нас, для того, чтобы дальше пройти, для опыта все-таки важнее, что чемпионат данной ситуации будет слабее, команда будет сильнее, команда на большой руле не играет на данном этапе, что вообще происходит с командой. Да, приятно, да, очень приятно выйти из группы, но мне кажется, основная задача – это чемпионат в данной ситуации у клуба. Чем дальше пройдем, тем поднимется больше рейтинг российских команд, мы определенные очки в копилку российских команд вносим в клуб, имеется в виду по окончании определенного времени, вы знаете, что коэффициент есть и сколько команд участвует от чемпионата России, сколько будет участвовать команд, зависит. Но все-таки я бы не ставил, и не важно в данной ситуации. Это, безусловно, здорово, что мы вносим определенные очки в копилку российского футбола, это радует, но что это дает нам, учитывая, что у нас сложные матчи впереди, календарь-то очень сложный будет в марте, там друг за другом идут Спартак, Зенит, Динамо, Рубин. Ну, календарь так сложился, что и эти команды, и что мы пробились в Еврокубке дальше, что лучше для нас. Ну, и опять-таки, я повторюсь, нам без разницы, с какой командой, это не повлияет ни положительно, ни отрицательно, какая команда попадется, сильная или слабая, или топовая, от этого не зависит. Одна игра осталась в Лиге Европы против Тоттенхэма, который, как и мы, обеспечил себе выход в следующий раунд, можно ли считать эту игру формальностью, какой мы можем ее увидеть, сродни товарищеской. Вообще, вот как футболисту вам виднее, наверное, как настраиваться на такие игры? Я думаю, та же команда Тоттенхэма выйдет, наверное, вторым или резервным составом, потому что у них идет чемпионат, и они решили задачу. Ну, такую же, то же самое можно сказать и про Анжи, она решила задачу выхода из группы, и я думаю, что будет тоже такой экспериментальный состав, тем более чемпионат закончится, и надо будет думать о тех ребятах, кто остается в клубе, о тех ребятах, кто дальше продолжит. Мне так кажется, что с определенной группой футболистов уже определился, главный тренер, да, на протяжении определенного времени, месяц-два-три, сколько они занимаются вместе иметь удобно, то я думаю, выйдут те футболисты, которые... У ребят появляется такой предновогодний шоп-тур в Англию. Ну, может быть, не то, что шоп-тур, а поездка в страну, где считается одним из сильнейших чемпионатов в Европе. Я думаю, очень многие ребята хотят проявить себя с этими командами, с тем же Соттенхеном, чтобы показать, на что они способны. Я думаю, может быть, я извиняюсь, даже может быть, что эта игра такая, чуть раскрепостит ребят, и я надеюсь на это. У нас дозвонившийся висит на линии, давайте выслушаем его. Да, конечно. Я извиняюсь, что перебил. Алло. Алло, да, слушаем вас. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Хотя бы поздравить Анжи с выходом в следующий круг. У КУФА, но хотел бы заметить тоже, это не стало бы, чтобы выгнать Гаджи из Анжи. Из Дагестана совсем, из Кавказа. Вопрос в чем? Сорвался звонок. Эмоционально. Я так смотрю, да, очень эмоционально люди реагируют на Гаджиева, Гаджи Муслимыча, что он должен уйти, он должен, вот сейчас тот же самый телефонный звонок, такая, с Кавказа выгнать, выгнать, вообще, я не знаю. Неужели наши болельщики забыли те моменты, когда этот человек принес большой вклад в дагестанский футбол? Да, сейчас неудачи, но все-таки винить в том, чтобы в этом Гаджи Муслимыча, ну это неправильно. Такая ненависть, с чем это связано, не могу сказать. Ну, так, если брать по команде, есть тренера, но, тренер тренером, но есть, нельзя требовать от него невозможно. Он не волшебник, в первую очередь. Мы, наверное, все видим, что наша команда самая молодая в среднем по возрасту, если вы это не знали, вот я вам говорю, она самая молодая. Эти футболисты, которые 21-22 года, бывшие дублеры динамовские, взятые в аренду, это 1-2 футболиста, наши местные, это те футболисты, которые пришли, они не скажу, что играли в топовых клубах, эти футболисты постоянно были внизу турнировой таблицы. И собрать из такой разношерстной, я бы сказал, этих людей или футболистов, собрать команду за полгода, ну, очень сложно. Поэтому, наверное, и руководство клуба это понимало, и единственный, кто мог справиться с этой задачей, это как раз Гаджи Муслимович. Другой специалист пришел бы, можете сразу так же и сказать, что не было бы хуже, ну, кто его знает, может быть, мы не смогли бы даже пробраться, пройти эту стадию Евролиги. Я еще раз повторяю, ситуация с командой очень сложная. Вы представляете, если команда была, где одни звезды, и полсостава, больше полсостава уезжает, и приходят новые футболисты, без подготовительных сборов, без определенного времени для подготовки. Да, может быть, со временем должно было через месяц, через два команда сыграться. Но этого не получилось. Очень сложная ситуация была, и опять повторюсь, не каждый бы сюда пришел в такую сложную ситуацию. И я думаю, что Гаджи Муслимович согласился от того, что хотел в первую очередь помочь. У него, я скажу, давай, если же у него была очень хорошая команда в крыльях советов, и он мог спокойно, припеваючи, тренировать крылья, и были бы они где-нибудь даже в середине таблицы. И он все бросает, и идет в первую очередь помочь клубу. И нельзя из-за этого так реагировать, и так ненавистно, с такой ненавистью говорить о том, что он уходил из Кавказа, или что это такое. Люди, мы все, нет хороших, плохих, наверное, все просто разные. Мы продолжим и, наверное, с заданным и болельщиком тему обсуждать, и матч с Шерифом, и матч с Томью уже после рекламы на канале Оргавка Дагеста. Мы продолжаем. Руслана Гадыкович, ну, хотелось бы спросить у вас, после того, как прозвучал финальный свисток, и стало ясно, что команда в одной шестнадцатой финала, какие были чувства у вас, и какое у вас осталось впечатление в целом от участия Анжи в этом турнире в Лиге Европы? Ну, давайте все-таки не будем, я все-таки не хочу разделять Лигу Европы, Ну, пока мы вот так разделили полу, я просто хочу сказать, что вот отрезок, он такой маленькую надежду, маленькая приятность, что ли, но все, что происходит в чемпионате, как бы она не может таких положительных эмоций дать от того, что мы вышли. Да, очень хорошо, да, мы молодцы, но... Пока все-таки негатив превалирует на... Да, в большей степени, потому что в такой яме мы оказались, и с нее надо выходить. Давайте послушаем, что после матча сказали главные тренеры. Видеоматериал представлен футбольнику Маланджи, за что им спасибо. Хотел бы поздравить обе команды с плохой игрой, у меня, что игра получилась, несмотря на не очень хорошее качество поля, было много контроля мяча, было желание у обеих команд, думаю, что игра смотрелась. Что касается нас, очень расстроено результатом, так как мы, по сути, прекратили борьбу за выход в следующий раунд. Имели все шансы, чтобы сегодня победить. Не получилось, будем стараться в чемпионате выиграть его и в следующем году пойти играть в Европе. Ну, результат нас устраивает. Мы, в принципе, стремились либо выиграть, либо сыграть ничью, чтобы пройти дальше. Второе – это оценка игры, но она такая удовлетворительная. Мы опять имели такие очень выгодные ситуации. В первом тайме выход один в один, во втором тайме выход один в один. Не забиваем, к сожалению. К позитивам можно отнести то, что футболисты играли изо всех сил, старались, но при этом было много неточностей. И не только потому, что поле было плохого качества, из-за снегопада оно еще более ухудшилось, но и потому, что не хватало, конечно, хладнокровия, спокойствия, и не хватало мысли в игре. Слишком часто действовали поспешно, теряя мячи в простых ситуациях. Ну вот Игорь Масимович очередной раз отмечает слабую реализацию команды. Были выходы один на один, но команда не забивала. В связи с этим, наверное, можно предположить, что зимой будут сделаны приобретения и усиления именно в атаку. У нас тут неделю назад в студии был Алексей Сапогов, бывший нападающий в «Волге». И вот на вопрос, готов ли он перейти в «Ван-Жи» в случае предложения, он сказал, что все зависит от того, каким будет подход в этом предложении. Как считаешь, Руслан, скажи, пожалуйста, каким будет подход Ан-Жи к нему? Как считаешь, Руслан, Сапогов, который, в принципе, нападающий, считай неплохой, но давно не играл, это то усиление, которое нужно этому Ан-Жи? Такие ребята нужны или же? Ну, я бы хотел, конечно, футболистов высокого уровня, топовых футболистов. Но Сапогова знает, наверное, больше Гаджи Масимович. Не могу, я его не знаю. Не могу сказать, он нужен, но нам не нужен. Все-таки я за более качественного футболиста. Ясно. Ну, это так к слову. Ответил на вопрос? Да, ответил. Давайте послушаем на телезрителя, который тоже хочет вопрос задать. Алло. Алло. Да, слушаем. Салам алейкум. Алейкум салам. Алейкум салам. Меня зовут Булач, Чанкалаев Булач. У меня, честно говоря, не просто, у меня были пожелания для команды Ан-Жи. В жизни бывает много моментов. Я вот такистанским болельщикам хочу сказать. Когда Ан-Жи кремела, все говорили Ан-Жи, Ан-Жи, Ан-Жи. Вот сейчас недопонимание есть и в команде. Ну, я считаю, что это чисто политический какой-то ход. Но как бы ни было, нужно болеть на нашу команду Ан-Жи. Это как наш близкий друг. Поддерживайте, любите. И чтобы все было нормально. Были очень правильные слова. Позитивные вещи, они нужны. Без позитива мы не можем идти дальше. Поэтому, конечно, побольше таких позитивных моментов. Все мы переживаем. Я думаю, даже тот звонок, который был до предыдущего, я думаю, он тоже переживает. Каждый переживает по-своему. Каждый переживает. И кто как выносит это все внаружи. Кто-то понимает, что да, что-то не так, что-то надо делать. Вот это не то, это не то. Но человек выносит наружу то, что хочет сказать окружающим. Вот этот человек с позитивом сказал хорошие, приятные слова. Хотя очень такая сложная ситуация. До этого человек, конечно, я думаю, он тоже переживает. Но опять-таки мы разные. Что теперь поделать? Двигаемся дальше. В последнем туре, в 18-м туре, Андрей играл с Томью. И в очередной раз, к сожалению, махачкалинцы не смогли победить, проиграв 0-2. И тут уж перед матчем многие говорили, что это практически момент истины для махачкалинцев. В случае, если махачкалинцы не побеждают, они в разы усугубят свое положение в турнирной таблице. Что, собственно, и произошло. И, наверное, на вопрос, быть или возможно не быть, Андрей, в премьер-лиге, уже, наверное, можно найти ответ. Скорее всего, это ответ второй. Возможно не быть. Я оставляю возможно, потому что, в принципе, в мировом футболе все бывает. Все бывает, да. Ну, по Томску, наверное, по этому разговору идут. Что игра с Томском, игра с Уралом, с тем же до этого, это игра за 6 очей. Это прямые конкуренты для турнирной таблицы. Вот от этой серии, Игорь Александрович, многое ждали. Конечно, да. Волга, Том, Урал. Имеем то, что имеем. До этого, как бы, что не происходило, там были неудачи. И все ждали вот эту серию и надеялись, что именно в этой серии все, как бы, прояснится в лучшую сторону. Но пока этого не происходит. У нас сейчас, у нас получается одна игра с крыльцами. Поэтому, и надеюсь, что нельзя все откладывать на следующий год. Мы наберем, там, футболистов возьмем более классных, возьмем определенную группу футболистов. Но мне кажется, здесь тоже надо даже до последнего, до последнего стремиться выигрывать в каждой игре. И я думаю, если есть еще шанс, и давайте все-таки будем активистами и посмотрим, что произойдет в зимний период. И я думаю, так не бывает, чтобы Камада на протяжении... Сапогов к нам придет. Сапогов, если придет, ну, я не знаю. Те, кто будут его брать, люди, наверное, знают, что делать. Что касается матча с Томи, то показалось, в особенности по первому тайму, махачканинцы чаще владели мячом. Но в какие-то моменты это не выливалось, в отличие от Томи. Острые моменты... Извините, я не понял. Владел мячом махачканинский Анджи в первом тайме, но как таковых острых моментов, как мне показалось, не было у Анджи. Томск играл на контратаках и свой момент реализовал. Ну, да, у Томска было... Пару ли у Анджи первый тайм? Пару моментов, из них они три момента, два забили. Проблема у Анджи это завершающая фаза атаки. Нет исполнителей, нет последней передачи, нет завершающего удара. Опять-таки возвращаемся к тому, что нет исполнителей. Была у нас команда три месяца назад, четыре месяца назад были исполнители, не было. Не было команды. Сейчас вроде одно время команда вроде ничего, а нет исполнителя. Вообще, что определяет результат в Наби, как вы думаете? Исполнитель? Исполнительское мастерство. Можно наработать. Ведь есть случаи, когда не только исполнители. Вот Амка, например. Ну, они там определенные исполнители на командную игру. Чтобы дать. Или, как правильно высказаться, чтобы выстроить командную игру. Тренеру, да, ему нужны определенные исполнители для этой командной игры. То есть, эти исполнители, они как раз по Станиславу Савановичу? Ну, не то, что под него. То, что он видит, они исполняют? Ну, исполняют в данный момент, да. То, что у них происходит, они исполняют то, что от них, что он от них ждет. Равно как в прошлом сезоне. Это тоже было его гадоно. Ну, там были те же футболисты, почти группа футболистов. Сейчас та же, которая в Амке. Нет? Пару человек перешло. Пару человек перешло. Тоже благой Георгиев, если не ошибаюсь. Вот ты говоришь о том, что нужны исполнители. Как все-таки, на твой взгляд, помочь себе ребятам, объяснить ребятам, чтобы эта команда научилась вскрывать эту эшелонированную оборону, которую Томск, Волга, выставляют, мы владеем мячом. Для этой команды нашей в данный момент. И вы посмотрите всю линию, всю переднюю линию, линию атаки, она вся молодая. Для этой команды нужно время. Чтобы подпускать молодого футболиста премьер-лиги к основному составу, ну, одного-двух максимум. Через игру, через две, их надо постоянно подпускать. Они не могут быть, это очень редко, это талантные футболисты, могут быть молодыми игроками основного состава. Чаще всего, что происходит в российском чемпионате с нашими российскими футболистами, их просто подпускают, их готовят к более позднему времени. Имеется, когда им будет 23-25. Но этот этап, они должны пройти. От этого никуда не денешься. Они должны быть подпущены, должны быть и выходить на замену. Где-то сыграть тайм, где-то сыграть одну-две игры. Нужна пауза. А у нас получилось, что в линии атаки играет у нас Соломатин, игрок, дублевирующий состав, Динамо. Как один раз заметил. Плюс его не хватало в этой игре. Я вас прошу. Был бы у хорошего футболиста, Динамо его не отдало бы. Это нормальная вещь. Он может быть стать хорошим футболистом. Но сейчас, в данный момент, он футболист ниже среднего уровня. На этой ноте мы и прервемся на эту камню паузу. Давайте вот так сразу с места в карьер посмотрим Руслан Габрикович состав, который выставил Гаджиму Слиночу на игру с Томбью. И чем он вас удивил. Например, Бурмистров Розак в нападении. Это, по-моему, нечто новое в этом сезоне. Не было Ангвы уже какой матч? По-моему, второй матч подряд, да? Это не удивляет Ангвы о чем-то? Ангвы до этого были удачные. Те ошибки, которые были в игре с Кубанью, они вот такой рост играли? Любой футболист может ошибиться. Проблем нету. После той игры мы его не видим практически. Но он не только после той игры. Но он до этого тоже ошибался. Три-четыре у него была такая серия неудач. И после этой серии только. Он не только после одной игры какой-то. Он серия неудач. Ну а тот факт, что в нападении сейчас Бурмистров по одним разом, это тоже нечто новое. Выходил в последних матчах, допустим, Сердеров. Но это говорит о том, что при тех игроках, что есть, даже при них Каджим Слиноч ищет варианты. У Сердеров, мне так кажется. Опять-таки, я могу ошибаться. Сердеров вообще не готов играть все 90 минут. И может быть, даже он его и оставлял как козырь такой, чтобы выпустить чуть позже. Давайте посмотрим, как игра складывалась. За видеоматериалы в сегодняшней передаче мы благодарим Анжи ТВ, футболинку Анжи. Ну и, собственно, вот так игра складывалась. Анжи бил. Издали в первом тайме. Мячом, как мы уже говорили, владел больше. Томик действовал на контратаках. Один из тех трех эпизодов, да, о которых вы говорили о опасных. Да. О которых он реализовала. И вот Панчинка гол. Ну, в этом году мы очень подробнее остановимся. Пока через пару-тройку минут. Пока так посмотрим все эпизоды, которые были. Ну, попал без Панчинка, когда-то просто попал, да? Вышел на ударную поиску и никак не помешал ему неудачь. Пытался, пытался на Хошенский клуб в первом менте все-таки неудачь. Вы замечу, да, когда есть большая группа футболистов в зоне мяча, в атаке, у нас создается в момент. Пытались таким путем пройти, прорвать таки оборону. Томик, дальний выстрел. Кстати, был неплохой удар. Ну, все в твоей игре, все правильно. Был неплохой удар Ахмедова тоже. И удары за штрафной, и игрок набегал на добивание. Все по-игротски, все правильно. Ну, вот один из немногих эпизодов у Томи, и опять начал ты в ствол. Удар хороший получился. Вообще, у соперников еще один хороший удар. Да, здесь группа, конечно, футболистов. Четыре футболиста, я не могу, наверное, добраться с одним. И он, далее ему спокойно развернуться и пробить. Это вообще нельзя делать такое в штрафной площадке, нельзя давать. И Жуселей здесь, и Розак, и Розак обилие, по-моему, отвернулся, отмечаю, что он не имел права. Кстати, Руслан Грибкович, это, наверное, тоже к слову о невезении. Мы бьем, не забиваем, а нам бьют и забивают. Помните матч с Волгой в первом круге? Сейчас, наверное, тоже о невезении. Ну, хорошо, давайте вспомним тогда и последний груз с Шерихом. Мы пропустили груз. Где мы забили такой немножко? Мы пропустили, потом забили, а потом на последних минутах чуть на не забили. Здесь я речу, наверное, о данном турнире, российской премьер-лиге, где нам конкретно не везет. В премьер-лиге нам не везет. Ну, все-таки нельзя все списывать на пенанине невезение. Да, есть определенная доля невезения, но сказать, что вот нам просто не везет, и это основная причина, я с этим не везу. Ну, вот так завершился матч, 0-2 выиграл Томск. Давайте посмотрим гол панчика, еще раз как-то подробнее на нем остановимся. Руслан Гадыкович, тут вам слово. Ну, вообще, этот эпизод надо рассматривать еще раньше. Ну, картинки, к сожалению, нет. Да, еще раньше просто так оказалось, что два опорных полуточника оказались в одной точке, и с левой стороны имеется в виду, и никто не оказался. И нельзя давать, что и в первом, в этом голе, нельзя давать футболисту спокойно пробивать по воротам. Тем более, он спокойно прыгнул, сбавил шаг, прицелился и пробил. Это, по-моему, этот, как его, панчика, да. Панчика. Да, надо было встречать, перемещаться. То есть здесь опорная зона не доиграла? И опорная, и в этой ситуации мог подстраховать и центральный защитник, но он почему-то не пошел вправо, не сместился вправо. Опять-таки, надо показать, если вы хотите, можно показать. Если у вас этой картинки нет. У нас этой картинки, к сожалению, нет. Но вот появился на поле Максимов в этой игре, в предыдущей. В тренерском штабе ждали его появления, надеялись на то. Но, в принципе, и мы надеемся, и время еще есть, что он добавит креатива команде. И пока видно, он ничего не набрал в оптимальной кондиции. Ну, это видно, что он не набрал формы еще. Он функционально пока не готов полностью играть все 90 минут. Но все-таки какие-то хорошие отрезки с его участием происходят. И это заметно, что он какую-то положительную или, как вы сказали, креатива в атаке придает. Если бы еще был бы у нас трауры, то я думаю, это связка такая. Я так понимаю, трауры мы не увидим из Кубани. Ну, я мало знаю по этой ситуации. Знаю тоже, что только повреждения. Да, у него травма, и он не может участвовать. Вот когда команда от матча к матчу не забивает, не побеждает, тоже давит на ребят. Как футболист, какой бы совет удел он сейчас? Очень сложно с этой ситуацией выйти. Это, грубо говоря, это яма. Это психологически очень сложно. Не каждой команде это удается. Еще один совет мы бы хотели от тебя услышать. На сервис в адрес Гаджи Муслимовича. Вот по ходу матча Анжет Томи во втором тайме уже задал эту тему, да, звонивший болельщик. Болельщики присутствовавшие на трибуне. Ну, откровенно говоря, просили Гаджи Муслимовича уйти в отставку. Наверное, ему сейчас тяжелее всего в такой ситуации. Сейчас что, как ему быть, что ты посоветуешь? Ну, я думаю, Гаджи Муслимович знает, наверное, что делать и как ему поступить в этой ситуации. А опять-таки, болельщики, если они этого кричат, они кричали до этого. Это было отчетливо, слышно? Они много чего кричат и уходи. Ну, вот опять-таки вернется к этому болельщику, который был самый первый звонок. Все-таки я, наверное, буду говорить те же самые вещи, что я говорил. Очень сложная была ситуация. И того же Гаджи Муслимовича прийти и бросить команду Крылья Совета, в первую очередь, у него было огромное желание помочь. Помочь команде. И поэтому, конечно, мы хотим, иногда неадекватно реагируем на те или иные ситуации. Может быть, со временем мы это поймем. Я обобщаю всех нас, и в том числе и болельщики тоже. Да, мы все вместе. Я думаю, каждый виноват в том, что мы оказались кто-то, может, чуть меньше, кто-то чуть больше, в большей степени. Но все мы вместе должны понимать. В первую очередь, виноваты мы все вместе. Ну, давайте послушаем сейчас, что после матча сказал Гаджи Гаджиев. Я хочу извиниться перед вами, перед всеми болельщиками от имени команды за тот результат, который мы показываем. За то игры, за то качество игры, которое в особенности было в первом тайме. В первом тайме, смотреть было больно на то, что было в первом тайме. Каждый из них может играть лучше намного, чем то, что они показали в первом тайме. В перерыве у нас состоялся такой разговор, в котором я им сказал, что бояться играть нельзя ни при каких ситуациях. Что и результата нельзя бояться, какой бы он ни был. Если ты профессиональный футболист, ты должен выходить на поле, играть в футбол так, как ты можешь. Вне зависимости от того, какой у тебя результат. Проигрываешь ты игру, выигрываешь ты игру, ты должен играть в футбол. Каждый из вас может в этот футбол играть. А вы перепугались этого результата, перепугались, не можете справиться с этим давлением. Раскрепостить их, освободить от этого давления я не смог. Я разговаривал с ними до этого. Вот так завершился матч Анджи-Той. Махачканицы проверили 0-2. Ну что ж, пожелаем махачканицам удачи в следующем туре в игре с Кубанью. А пока хочется поговорить о молодежной команде Анджи. Я думаю, режиссер включит сейчас картинку с последнего матча. И вот уже на этой картинке Руслан Агабекович расскажет нам, как преобразилась команда в этом году, за счет чего она так преобразилась. Кстати, забивали голы дважды Амаров, да? Да, Амаров, Мусалов и Саидов. Ну, опять-таки, вы говорите, что в этом году она так преобразилась. Если вспомнить предыдущие годы, когда мы были... Первый год мы заняли с конца предпоследнее место. Говорили, что очень слабо. Следующий год мы взяли шестое место. Потом, в прошлом году получилось так, что чемпионат разделили на две части. И получился такой сезон из полтора года. Этот год был у нас неудачный. И много разговоров было потом про то, что очень слабая молодежка, что мы вообще не тем путем идем. А в этом году уже как бы команда преобразилась и дает результат. И все опять начали говорить, что мы на правильном пути. Но вы поймите одну вещь, что когда команда приходит, это когда приходят новые футболисты, и через год-полтора те футболисты, которые были, они уходят. Приходят, постоянно омолаживается команда. И если вспомнить команду три года назад, которая была, ее нет здесь, этих футболистов. Она каждый раз омолаживается. И чтобы из молодых сделать более-менее команду, три месяца, полгода это мало. Минимум год нужен. Потому что они обучаются, потому что многие из них не прошли нормальной школы, если так можно сказать. И поэтому так происходит, что не сразу... Вот на следующий год у нас будет смена. Смена поколений. Многие уйдут. И опять все заново начнет. Зато в этой команде играет Тагир Мусалов, который очень часто в последних матчах забивает. Вы отмечали его игру в одном из послематчевых интервью. По крайней мере, я доведен на рассаде. Я сказал по-другому. Официально. Вы? Да, журналист отметил. А я прокомментировал и сказал по поводу этого парня, что вот у мальчика есть определенные хорошие футбольные качества. Он быстренький. В нем есть определенная своя уникальность, которая поможет ему раскрыться. Конечно, есть. Но все-таки тактически чуть-чуть безграмотность наша, нашей молодежи, некоторых футболистов. Это связано с ним, опять-таки, я повторюсь, с предыдущими как бы годами. И тактически они должны заниматься еще с детских лет. Но это все поправимо. Возможно, если сам футболист на этом настроен, если сам футболист этого хочет. И такое понятие, как обучаемость или не обучаемость, все-таки это тоже важная вещь. Я когда раньше думал, что другое дело, наверное, как преподносит тренер, педагог, как он умеет раскрыть ту или иную проблему футболиста, чтобы он понял ее. Но все-таки приходишь к выводу тому, что многие очень тяжело восприимчивы на какую-то информацию, на какие-то действия. Очень тяжело до них доходит. Есть ребята, которые средненькие, но внимательно слушают и до них быстрее доходят, и они более восприимчивы. И в этом плане, конечно, тем футболистам, у кого есть хорошие футбольные качества, если бы еще они умели быстро воспринимать или быстро обучаться, то они более быстрее, более качественно растут и становятся хорошими футболистами. Опять-таки повторюсь, это восприятие. Все-таки футболисты молодые, обучение идет, это визуально, это глаза, это уши, это вырабатывание определенного навыка. Я не знаю, иногда даже хочется и обаяние включить, чтобы ребята, если он это все не воспринимает, то я так, конечно, шучу, но все-таки разные они, у них восприятие есть, но все-таки даже если оно разное, и по времени не каждый может быстро все уловить, и поэтому опять-таки все разные. Ну, будем надеяться, что наша молодежь все-таки продолжит прогрессировать. Давайте послушаем, что после матча сказали действующие лица, вы пропускали игру, и за дисквалификации за вас отдувался Михаил Маркаров. А зрелец победы, насколько легко или же насколько тяжело было сегодня сыграть против Томи? Спасибо, игра отдувалась нам легко, больше владели мячом, контролировали игру, и имели больше моментов и в первом, и во втором тайме. Сегодня отличился дважды, какой из голов тебе понравился больше? Первый, когда ты открыл счет встречи, или же второй? Не знаю, наверное, больше второй, потому что удалось закрепить результат, и нам уже было более легче после этого играть. Только в этом плане. В принципе, с первых минут мы контролировали игру, хороший контроль мяча был, никаких грубых ошибок не совершали, ни в обороне, создали много моментов. К сожалению, в первом тайме нельзя их использовать. Во втором тайме, в принципе, использовали все моменты, забили и завершили игру с положительным результатом. В прошлый раз Руслан Агабекович говорил о том, что команда попала в определенную яму, она позади или существуют еще какие-то проблемы? У нас проблемы с игроками. Один игрок пропускал в связи с четырьмя желтыми карточками. Два человека получили травмы. Только составом у нас были проблемы. Но ничего, новички, которые заполнили эту нишу, выступили в принципе достойно. Про яму я не говорил. Ну, подсказывают мне, что время наши поджимает. Давайте, прежде чем завершить, посмотрим на все результаты 18-го тура чемпионата России среди больших команд. И на таблице чемпионата. Итак, Динамо Урал 3-0, Терек Зенит 1-1, Крылья Светов Краснодар 1-0, Спартак Москва-Волга 6-1, Ростов ЦСКА 0-0, Анжит Тойм 0-2, к сожалению, Кубань Локомотив 1-3 и Рубин Амкар 3-0. Ну, в принципе, результативный получился тур. Голами боечков своих в России радуют. Ну и таблица чемпионата, к удивлению многих, Локомотив Кучука вылез на первое место впервые, наверное, за много-много лет последних. Ну, это сейчас так и подчеркивают, что Локомотив, за сколько времени, тоже их лихорадило года 3-4 назад и говорили, что неправильно. Кстати, мы определенный антирекорд в этом сезоне побили, который принадлежал Локомотиву. Кажется, количество матчей без забитых мячей, если я не ошибаюсь. Ну, через 3 года будем значной вероятность. Мы играем еще. Анжин, пока на последнем. Ну, ждем, ждем, получается, до 2016, да, если через 3 года вы говорите? Давайте через 2. 15? Да. Оптимистичный прогноз. И желаем, конечно же, нашим командам поменьше попадать в ямы. На этом наше время истекло. Руслан Габриевич, вам спасибо за то, что пришли к нам в студию. Зрителям за то, что смотрели. Отдельное спасибо. До новых встреч и смотрите футбол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова